Наша программа продолжается. Всем еще раз доброго утра. Завтра в нашей стране отмечается День военного связиста. Интересно, что во время Второй мировой войны психологи советовали летчикам вслух проговаривать свои действия. Ученые доказали, что если выполнять все действия на полном автомате, велик риск что-то пропустить. Поэтому, собираясь на работу, проговаривайте все, что вы должны сделать. Еще одним способом запоминания является пение. Напевайте любимую мелодию и вплетайте в куплет, что вам нужно сделать. А если вы постоянно забываете ключи, положите их в обувь. Так риск забыть их снижается до нуля, ведь босиком вы вряд ли пойдете на улицу. Ну это точно. А еще студентки Массачусетского университета технологий воплотили в жизнь мечту миллионов девушек. Придумали сумку, которая проверяет, все ли вы взяли с собой. Итак, там находится в подкладке небольшой сканер. И если вы положили туда какие-то не те предметы или недостаточно предметов, то она сразу же световым оповещением сигнализирует, что все, ты что-то забыла. Ну я слышал, что такая сумка определяет пять вещей. Мне кажется, что там надо не пять, а сто пять вещей, чтобы она определяла это, что происходит сейчас. Ну как же, как же. Я учу новые слова. А так как мы напарники, то должны поддерживать друг друга. Вот ты мне и поможешь. Окей. I'm glad to help you. Что-что? Я говорю, рад тебе помочь, только не зная, в какое время нужно учить английский язык. А вот в этой ситуации нам поможет разобраться эксперт. Скажите, в какое время суток лучше учить иностранные слова? Есть такое представление, что лучше на ночь. Но с моей точки зрения, что все-таки, если вы хотите выучить какой-то базовый состав лексики, например, английского или немецкого языка, или русского языка, лучше все-таки это систематически делать. Это не зависит от времени суток. А когда лучше учить иностранные языки детям? Опять же, особой пользы в том, что малыши учат английский язык, я не вижу. Ну я имею в виду малышей, это, например, шесть лет, пять-шесть, вот этот вот возраст. Потому что они просто запоминают, ну как ежик по-английски, и что? То есть, ну, лишняя единица в их голове нефункциональна. Поэтому мои убеждения, что сначала мы учим русский язык, хорошо учим, а потом уже все остальные. Ну, думаю, лет через пять можно приступать к изучению иностранного языка. Лет так через пять будет глобальное потепление. А ты откуда знаешь? Да, в иностранном журнале в каком-то прочитала. Эх, пять лет, долго ждать, лучше бы сейчас потеплело.